приветствую друзья как вас дела как вы знаете я в турции живу уже четвертый год сегодня день республики страны воспользуюсь случаем хочу поздравить всех жителей турции весь народ турции с данным праздником хочу пожелать процветания успехов развития во всех отношениях так как я живу здесь в турции мне нравится абсолютно все конечно бывают моменты которые мне можно сказать неприятны но в любом случае в целом мне очень здесь нравится поэтому я здесь остаюсь живу потому что люблю данную страну люблю народ и мне очень нравится именно взаимоотношения людей здесь прямо очень теплая поэтому здесь я чувств не чувствую себя иностранцем а чувствую своим и как раз сегодня я хочу поделиться со своим опытом и рассказать о том к чему я привык а к чему я до сих пор остается наверное для меня странным и необычным а также хочу коснуться табу тем о которых принципе я никогда не обсуждаю не с друзьями не со знакомыми и в целом ни с кем и советую вам как раз хочу поделиться сегодня вот праздник мы вышли с друзьями погулять точнее наши дети очень хорошо дружат и вот пришли в парк решила сделать данное видео почему потому что сегодня с утра увидел соседа который три года со мной не общается не здоровается и как раз пришла идея сделать данное видео чтобы вы тоже знали может быть кто-то вспомнит себя да и со мной согласиться и для тех кто никогда не приезжал пускай будут информации что в будущем не было таких соседей которые с тобой в целом не здоровается не общается давайте по порядку вам расскажу давайте начнем к чему я привык в турции сначала расскажу о том что раньше казалось странным но со временем стала частью повседневной жизни для меня их я их уже воспринимая нормально хотя я сам возможно такие вещи не делая но в любом случае я отношусь к этому уже нормально первое у нас точнее что ко мне в мысль приходит это приветствие с объятиями и поцелуями неважно мужчины и женщины даже если люди видятся впервые здесь принято обниматься целоваться в щеку это создает не знаю интересное первое время для меня было это очень странным а сейчас я воспринимаю это нормально и я скажу что не все так делают но очень многие так делают и я это уже принял сам не делаю но кто так делает я так приветствую также и ровно нормально отношусь следующий наверное относится к бизнесу что мне очень нравится и мне действительно хотел бы чтобы у нас стране также было везде это рабочая культура и чай так скажу в турции работодатели обеспечивают сотрудников обедом и неограниченным количеством чая на некоторых рабочих местах даже есть специальный человек который весь день готовят и разносит напитки это добавляет уюта и рабочую наверно атмосферу на примере я вчера ходил в банк и вот сидит охранник разносчик чая приносят кофе натуральное прям кофе вот такие маленькие разносит чая убирает пустые бокалы стаканы и так далее и это очень приятно мне кажется это уважение получается работодатель всегда обеспечивает горячим холодным напитком всех сотрудников абсолютно всех сотрудников таким образом угощает и здесь следующие касательно бизнеса всегда обеспечивают принципе в основном многие обеспечивают сервисом либо оплачивают дорогу либо они нанимают машину или микро в чтобы их забирать и привозить обратно это мне кажется очень классно следующий идет это у нас турецкий кофе и чай значит настоящий культ особенно на встречах гостях здесь каждый день начинается и заканчивается чашка чая и к этому я в принципе потихоньку привык первое время помню когда я ездил по работе вот с утра до вечера везде дают чай и отказываться нельзя и я не умел отказывать красиво поэтому было тяжело аж было такое что я до обеда мог пить после обеда меня тошнило от запаха чая представьте и сейчас я также пью очень мало если мне предлагают я попрошу там воду или газировку лимонный сок и и так далее если нету да и гор спасибо тогда ничего не нужно следующее к чему я привык к тому что здесь люди очень легко общаются и дружелюбие только всегда готовы поговорить поделиться чем-то завести разговор в магазине на улице в кафе везде можно легко подружиться в самых неожиданных местах вот это реально они всегда спрашивают откуда ты чем занимаешься и везде могут рассказать интересные истории если они в магазине не там чем-то торгуют будет угощать тебя всегда приглашать посиди поговорим очень легко знакомиться абсолютно вот в парке сидишь могут подойти с тобой завести разговор к этому в принципе я привык первое время мне казалось что от тебя от меня нужно тебе и так далее давайте теперь перейдем к чему я так и не привык или не могу принять но есть вещи кто кто которым и так и не удалось первое для меня это личные вопросы турки часто задают вопросы о личной жизни о семье дети где работаешь кем работаешь на зарплате это воспринимается как искренний интерес к человеку для них но для меня такие вопросы остается слишком наверное личными потому что я даже со своими родными наверное такие вещи особо и не обсуждаю особенно зарплата и так далее и следующее ожидание гостеприимства что их надо приглашать домой угощать то есть надо всегда быть как они если ты так не делаешь они могут обидеться к этому я не до сих пор он не могу привыкнуть следующий к чему я не привык что здесь прямо ухаживает за собой по страшному особенно когда ходишь парикмахерскую я не привык когда я хожу парикмахерского просто прошу сделать стрижку и все больше ничего не прошу хотя там делают депиляции лица какие-то маски чистят уши все волосинки все убирает брови могут подправить особенно мужчины это на самом деле очень даже странно для меня я никак не мог это принять и не могу до сих пор до конечная особенно я же говорю касается это мужчин я думаю пускай они за собой ухаживают я ухаживаю как могу я парикмахерской ухожу чисто чтоб меня постригли и все больше ничего не не нужно мне нос уши везде лазить не нужно поэтому для меня это очень странно и я не могу принять до сих пор спустя вот четыре года я до сих пор не принимаю и не хочу принимать но здесь все-таки мужчины прямо за собой очень сильно ухаживают следующее табу в турции о чем не стоит говорить ни с кем вот и мой совет вообще не обсуждайте на эти темы ни с кем ничего есть такие же темы которые лучше избегать в разговорах даже если вам задали или хотят поговорить на эту тему лучше это обойти но не вступать диалог на такие особенно это политические вопросы в турции многие темы политического характера на самом деле воспринимается очень чувствительно и здесь очень важно быть осторожными и с ними вообще не обсуждать следующее это национальные вопросы истории с ними вообще также об истории каких-то национальностях обсуждать не надо потому что здесь многонациональные у всех граждан все везде написано турцию на самом деле они разных национальности поэтому избегайте следующий табу тема это религия в турцию люди уважительно относятся к религиозным традициям поэтому любые критические замечания на эту тему могут быть восприняты как неуважение поэтому не стоит вообще не говорите не обсуждайте я вот слышал там вот намаз что-то читает играет и так далее это неуважительно поэтому никогда не обсуждайте потому что даже если вы на русском между собой там на своем языке обсуждаете другие турки могут знать ваш язык и это могут быть в будущем для вас очень такие проблематично поэтому не стоит обсуждать и никакую религию имейте ввиду и и в заключение могу сказать хочу точнее договорить почему я соседом я достаю скорее всего здороваясь он со мной не здоровается это вот касательно личных вопросов к чему я не привык дело в том что когда я приехал купил квартиру и он со мной поздоровался так как сосед и стал спрашивать тогда у меня турецкий был турецкого не было да так скажу и он здоровается по мере возможности насколько я понимаю отвечая как зовут откуда я приехал и так далее и он задает вопрос кем работаешь мою специальность и сколько зарабатываешь но это очень для меня странный вопрос я первый раз промолчал второй раз промолчал третий раз он как-то здоровается ты же таки не сказал кем ты работаешь и сколько ты зарабатываешь а я ему говорю сонами но тогда у меня словарный запас то был маленький поэтому сонами это тебе то что вот так переводится и он обиделся и с тех пор он со мной не общается поэтому он обиделся я не смог объяснить и сейчас что-то обсуждать с ним тоже я не собираюсь но я когда я увижу в любом случае снима здороваясь в упор особенно когда идет сервера на раба нас и сын зигна ряд сам лар и так далее хотя он со мной не общается так можешь сказать так через не хочу но в любом случае он мой сосед да конечно я считаю что я был неправ но в то же время я не считаю что я сделал что-то не так так как у меня не было словарного запаса если бы я сейчас познакомился конечно я с ним бы очень хорошо общался бы изначально он бы меня понял и в заключение я хочу сказать в турции в целом в турции это уникальная страна с богатой культурой где есть чему научиться вот честно своей рамки убирать даже если что-то остается непривычным такие моменты делают жизнь интереснее как вот так в случае да и помогает глубже понять культуру стараешься их понимать это да действительно если у вас тоже есть опыт жизни в другой стране или живете в турции я думаю можете поделиться своим впечатлениями в комментариях к чему вам удалось привыкнуть что до сих пор остается странным или вы не привыкли спасибо что смотрите и до встречи до следующих видео всем хорошего дня еще раз праздником до новых встреч